Александр Рыбак уже по трошке освоивается в нашей стране, учить мову, поменял скрипку на бандуру, а свой норвезский лосось закусывает салом. Все такие сейчас красивые, хорошие, классные звезды. Посмотрим, что с ними будет через неделю. Господин Потапович сказал, что юная девушка, юный парень, конечно, нужно больше этого использовать. Потому что я совсем не с Потаповичем согласен. Она боится норвега, что я все время хочу там прославиться, что самое лучшее, а я наоборот хочу, чтобы она как лучше получилась. Для пары очень важно, чтобы какая-то искра между ними была. Мне кажется, необходимо чуть больше, что ли, друг другу повышенное внимание. Она хороший человек, она никакие капризы не устраивает. Я думаю, что она понимает, что когда я прошу ее репетировать, сама это не потому, что я хочу, типа, решать. Не, ну сейчас все не про... извините. В ми-бемоль не этот темп. Я не знаю, что случилось. Я приехал на этот проект, чтобы петь, чтобы не дурака валять. А можем сделать вид, что мы там... Ну уже, да, в жизнь прошли, да, вместе? Ну так и надо, мне кажется, в этой песне как раз передать такую ностальгию. Мы сегодня споем очень душевную песню, и мы не хотим портить ее с разными париками. В театре, где угодно, я держусь за руки с партнером. И сегодня мы это обязательно сделаем. Надеемся, что это будет наш такой ритуал. Останний романтик Европы и до сих впевнений, что найкраще побачение с девчонкой – это вечер, лавка в парку и задушевная песня. Катерина Кузнецова, Александр Рыбак, встречайте! Старый клён Старый клён Старый клён Стучит в стекло, Приглашая нас С тобою на прогулку. Отчего? Отчего? Отчего мне так светло? Оттого, что ты идешь по переулку. Отчего? Отчего? Отчего мне так светло? Оттого, что ты идешь по переулку. Снегопад, ой, снегопад, Снегопад давно прошел, Словно в гости к нам весна Опять вернулась. Отчего? Отчего? Отчего так хорошо? Оттого, что ты мне просто улыбнулась. Погляди, погляди, погляди на небо, слот, Как сияет он, безоблачно и чисто. Отчего? Отчего? Отчего гармонь поет? Оттого, что кто-то любит гармониста. Отчего? 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 Отчего гармонь поет? Оттого, что кто-то любит гармониста. Олександр Рыбак, Катя Кузнецова! Это, наверное, последняя наиболее пара 21-го столетия. Такие настоящие ботаны. Одна в окулярах, другая без. Но вот такая романтичная встреча. Саша, давно ты был на таких романтических... Свиданиях? Свиданиях. Я могу вам сказать, что это одна из моих самых любимых песен. И я очень долго мечтал встретить девушку, с которой я могу ее спеть в дуэте. Потому что есть, конечно, очень много девушек в России. Но те, которые поют, это было бы типа... Отчего? Отчего мне так светло? Оттого, что... Она как раз вот искренняя. Саша, в Украине все такие. Причем, Саша сейчас немножко обманю. Потому что когда он узнал, что будет спевать песню из кинофильма «Девчата», он сказал сразу, а можно всех посмотреть? Да, Катенька, ты должна это знать. А ты вот мечтаешь про то, чтобы идти по улице, а мужики перед тобой падают, падают и все так штабелями укладываются. А как ты думаешь? А ну скажи. Звичайно, хочу. А вот если Саша сейчас тебя поцелует, ты так же будешь реагировать, как и в письме отреагировала? Звичайно. Да, Саша, ну можете еще раз? Что, поправить петличку? Нет, поцеловать. А, типа... Боже мой. Неужели еще собрались такие нижние и цнотливые отношения? Вася Иваня учится, девица и учится. Зустречайте их. Спасибо. Спасибо. Катя Кузнецова, Александр Рыбак. Между прочим, Юрий, к твоему сводению, мы с Иваном за все 15 совместных номеров ни разу не поцеловались. Это ты нам от снотливости будешь говорить. Вообще, мне интересно, Рыбак смотрел в своей Норвегии фильм «Девчата» или нет? Да, смотрел, только там цей фильм назывался «Викинги и в юбках». Встречайте, Александр Рыбак. Катя Кузнецова. И цветы в ее левой руке. Браво. Нам кажется, что у вас что-то есть. Это первый поцелуй был? Или все-таки ты привык уже целовать эти румяные щечки? Я надеюсь, что молодой человек не будет ревновать. Я думаю, твоя девушка тоже не будет ревновать. Я думаю, твоя девушка тоже не будет ревновать. Так что все хорошо. Ох, как это мило, как все деликатно. Ребята, расскажите, как вам этот номер? Вы же смотрели фильм «Девчата» однозначно. А мне кажется, у обоих ребят любовь к гармонисту. Я тоже думал, кто из них именно больше любит гармониста. Я вот смотрю сейчас, думаю, это Саша. Кто-то любит гармониста. А мы думаем здесь, кто же из них? Кто же из них? Это, я не знаю, кто любит гармониста, на самом деле. Друзья, вот я очень люблю этот фильм и вообще советский кинематограф. Там были чистые, прекрасные люди. Вот сейчас мы с вами видели чистых, прекрасных детей. Это замечательно. Мне очень понравилось. Спасибо большое. А вот чистые, красивые люди сидят у нас в жюри. Зараз такие вот эти красивые, высокие и чистые оценки. Потап. Кузнецова и Рыбак. Вот как-то вот, как-то вот, никак вот, как-то вот, понимаете, вот я в замешательстве. Потому что вот так мило, так мило Катя, Саша, так мило, так хорошо. Я не понимаю, нравится мне это или нет. То есть это где, пятерку ставить между единицей и десяткой. Вот не могу понять, к чему была эта история. Вспомнить старые времена, просто спеть песню. Поэтому вот я-то понимаю, стилистику мы показали, спели хорошо, мило. Но как-то так, как-то никак, на семерку где-то. Ну ничего себе, симпотап. Мы же договаривались, что цветы после номера несете потап. Мы за раз все глядя чипотой бигэкрану так, ай-яй, ну як же ж виних так. Игорь Вернин. Да не расстраивайтесь, ребят, все очень хорошо, очень. Саша, я тебя понимаю, мне тоже очень нравится эта песня. Я видел, с какой душой ты ее пел и разделяют твое чувство, когда ты говоришь, что очень важно найти ту девушку, с которой ты спеешь эту песню. Мне кажется, Катя так нежно, так тепло, так по-настоящему, как актриса и как девушка красивая спела. Это замечательно. Чудесная песня, светлая, и вы здорово все сделали. Десять. Спасибо. Спасибо вам большое. Игорь Верник. Десять баллов. Спасибо, Игорь. Верка Сердючка. Куквель. Куквель, куквель. Кто не понял, мы поболтали. Ну ладно, не будем ругаться по-норвежски сейчас. Горо, я иду. А я шучу. Слушайте, я на самом деле тоже сидела такая завороженная. У меня было по образу, как будто два человека лежат в четвертой горбольнице и вышли в парк на прогулку. В разных отделениях, правда. Это неплохо. Это неплохо. Но что-то они чем-то серьезным больны, потому что дуже зажати были. И мне было приятное ощущение. И плюс очень большой, что в этом номере рыбак был не похож на рыбака. Был другим. Саша, я тебе ставлю десять. Верка Сердючка в десять баллов. Лайма Лайкули. Саша, Катя, очень тепло, очень приятно. Правильно ребята говорят, что, может быть, не дожали. Что-то темперамента маловато казалось. Потому что если наивно, не значит, что уж совсем ничего. Но мне очень нравятся ваши образы. Вы хорошие ребята. Поэтому я вам ставлю. Просто мне нравится. Десять баллов. Десять баллов в Лайма Лайкули. Три десятки. Вы верите в это? Посмотрите. Это все вам.